Особенный день сегодня, очень особенный день, и действительно это праздник, и это фундамент, если так можно сказать, нашей веры, воскресения Иисуса Христа. Это истина нашей доктрины, это истина, из которой мы живем. Если бы не воскресение, то и вера наша была тщетная. Но Иисус воскрес, этим самым Он доказал, что все, что Он говорил о Себе, была истина. Если бы не было воскресения, то все, что Иисус говорил и делал, было бы под вопросом. Но это истина. И Он воскрес. И знаете, две вещи, которые для меня высветились, перечитывая истории, очень коснулись. Первое, это когда Иисус воскрес, и Он являлся Марией, Он являлся другим учеником. И Он говорит им, иди и скажи братьям моим, что мне надо вознестись к моему Отцу и вашему Отцу. К моему Богу и вашему Богу. Это настолько сильно, что через Его воскресение мы стали родные, мы стали одно тело. Мы стали не просто рабы или друзья, мы стали братья и сестры самому Иисусу. Он первенец из мертвых. И второе, что Он сказал, то что как-то по-особенному меня коснулось, это после воскресения Он являлся много раз, 40 дней говорил о царстве, во время даже 500 человек Он являлся в одно время. И Он говорит, мне дана власть на небе и на земле. После воскресения Иисуса Он поразил дьявола, Он разрушил все Его планы, Он разрушил закон греха. И Он говорит, мне теперь дана власть и на небе, и на земле. И как бы после этой фразы Он говорит, идите по всему миру. То есть из Своей власти, которую Он установил через смерть и воскресение, Он выслал нас, те, которые воскресли с Ним для новой жизни, оперировать в новом измерении. Он говорит, бесов будете изгонять, мертвых будете воскрешать, больных будете исцелять, сметоносное будете как бы пить, да оно на вас не повлияет. То есть тот естественный мир, которым мы были поражаемы, сейчас потерял силу над нами. И мы, как верующие, теперь через воскресение Иисуса получили власть, право быть и называться Его детьми. Мы имеем право на то, что Он совершил через Своё воскресение. Аминь. И есть эти вещи, которые нам надо принять, которые по праву наши, как дети Его. Давайте мы поднимем свои руки и просто будем благодарить Его за Его благодать, за Его милость, которую Он явил в Сыне Своём. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты во Христе Иисусе восстанавливал мир с Собой, что Сам Ты, Бог, был в Иисусе Христе, примиряя мир с Собой. Мы благодарим Тебя, что Ты доказал любовь Свою нам в Сыне Своём Иисусе, что сегодня мы братья, мы сестры, мы новое творение, мы наследники Твои, мы дети Твои через Своё воскресение. Мы благодарим Тебя, Господь, за новую жизнь, которая внутри нас. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, который живёт в нас. И та же сила, которая воскресила Иисуса из мёртвых, она теперь живёт в нас. И мы берём власть над всеми те сферами, которые сегодня не соответствуют нашей новой жизни в Иисусе Христе. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь.